после российского вторжения в украину европейский союз запретил поставлять в россию вино дороже 300 евро на фоне остальных санкций мера была скорее символической ведь доля подобных вин на российском рынке составляла менее одного процента на деле оказалось что редкие вина цена которых превышает миллион рублей за бутылку а то и несколько миллионов то и дело привозят в россию а стоит за этим бизнесмен приближенный к семье путина добрый день меня зовут алексей репик я президент деловой россии основатель группы компания фарм и я здесь для проекта почти две сотни наименований редчайших вин попали в россию в обход санкций евросоюза может показаться что это капля в море так и есть но только если речь не идет об элитных видах в данном случае такую партию можно назвать просто фантастической дело в том что спрос на вина топовых виноделин многократно превышает предложение за право купить такое вино идет настоящая борьба среди самых респектабельных дистрибьюторов всего мира стороннему покупателю просто откажут но компания рятика которая до этого к импорту элитного вина не имела никакого отношения удалось невозможное рятика это поставщик различных продуктов из японии в частности соусов круп и макарон но в какой-то момент компания неожиданно переключилась на импорт ультрадорогой бургундии например она привезла в россию вина от самых престижных винодельческих хозяйств шатоу брион шатоу лафит ротшильд шатоу латур шатоу марго шатоу мутон ротшильд в россию вновь попали марки до мен де ле романе конти и анри жайер вина этих производителей составляют топ самых дорогих вин мира вино какой страны предпочитаете вы в это время дня а куриши я не пью напрасно например бутылка рижбур урожая 1984 года в 2020-м была продана на аукционе за 183 тысячи 750 фунтов стерлингов немыслимая цена но не для компании рятику которая в 2022 году привезла в россию 10 бутылок андрей жайер включая и рижбур того самого 1984 года такой набор вин невозможно найти даже у виноторговых компаний россии которые десятилетиями работали на международном рынке и заслужили безупречную репутацию только за ноябрь и декабрь 2022 рятику везла в россию вин почти на 4 миллиона евро или на 283 с лишним миллиона рублей по актуальному курсу впрочем речь идет именно о цене закупки без учета доставки налогов и акцизов откуда же у рятика появились сотни миллионов на закупку элитных вин владельцем рятику является миллиардер алексей репик он занимает 64 строчку в российском списке forbes с состоянием почти в полтора миллиарда долларов ему также принадлежит компания airfarm крупнейший фармацевтический производитель россии который живет в основном за счет госконтрактов плетение 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 каких-то сложных конструкций манипуляции паутины и так далее внутри свой кайф по почетам headway company в первой половине 21 года airfarm заключила больше госконтрактов чем любая другая компания на 51 миллиард рублей это почти 13 процентов всего объема госзакупок госконтракты компания репика получает без конкурсов и конкурентов ее работой одно время даже заинтересовалась анти монопольная служба но ход делу не дали у вас поймали несколько человек с поддельными якобы каким-то с документами и печатями подставных компаний которые участвовали в конкурсах вместе с вами у меня никого не поймали вот ни у меня не в airfarm никого нигде не поймали одной из причин такого успеха и неприкосновенности репика может быть его близкое знакомство с семьей владимира путина я никогда не обсуждаю вопросов связанных с моей семьей они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой обшорной компании репика принадлежит бизнес джет которым не раз пользовалась екатерина тихонова младшая дочь путина а ее давняя подруга ее заместитель фонде инопрактика наталья попова замужем за кириллом дмитриевым который возглавляет российский фонд прямых инвестиций а фонд щедро инвестирует в бизнес репика так в 2020 году рфп и airfarm объявили о совместных инвестициях 4 миллиардов рублей в разработку и производство биотехнологических лекарственных средств и вакцин для борьбы с коронавирусом ушли некоторые компании с иностранным участием но для нас для лоруси что значит что появились новые возможности открылись ниши компаний и предпринимателей появился реальный шанс занять достойное место на нашем большом привлекательном рынке получается что репик который с помощью коррупционных схем выкачивать деньги из российского бюджета тратит сотни миллионов на элитное вино но для кого она вина стоимостью в сотни тысяч и даже миллиона рублей за бутылку в россии еще встречаются в открытой продаже в основном это старые запасы но топовых вин бургундии который привозит рятико не найти зато они есть например в ресторане twins garden который принадлежит самому алексею репику где-то 5 килограмм примерно на только наименование вина правда и здесь наличие таких эксклюзивных бутылок за десятки тысяч долларов не афишируют их нет в меню такое вино подают только особо важным гостям по особому запросу нет ну конечно есть у меня там знакомые коллеги которые занимаются там как это фантастическим сверх потребление можно точно утверждать что дорогие вина очень любят российские чиновники например 2017 году в прессу попал договор поставки алкоголя для нужд госдумы совета федерации счетной палаты среди прочего там было вино романи канти 2001 2002 и 2005 годов за миллион двести тысяч миллион триста тысяч и полтора миллиона рублей соответственно любит такое вино и дмитрий медведев на одном из банкетов он заказывал бутылку такого вина со словами втб заплатит согласно официальным данным росстата больше 17 миллионов россиян живут на сумму меньше 13 с половиной тысяч рублей в месяц такому россиянину пришлось бы копить 24 года чтобы заработать всего на одну бутылку романи канти 2003 года и расходуя при этом ни копейки на еду и жилье жизнь штука сложная денег как известно нет и я знаю присылайте ваши фото видео и истории для публикации в черный ящик за инсайдер